Школы Самары в полной готовности к 1 сентября. В абсолютном большинстве учреждений системы образования города работы завершены, и они уже ждут своих учеников. Сегодня тема была одной из главных на совещании в мэрии. По словам руководителя профильного департамента Елены Чернеги, за лето проведены работы по ремонту помещений и обновлению материально-технической базы школы. Приведены в порядок обеденные залы и пищеблоки, так, чтобы обеспечить горячим питанием всех школьников начальных классов. В этом году, помимо общепринятых санитарных правил и норм, добавляются еще и требования Роспотребнадзора, связанные с угрозой распространения COVID-19. Каждый руководитель учреждения в настоящее время продумывает логистику передвижения обучающихся в помещениях образовательного учреждения и прорабатывает модели организации учебного процесса с 1 сентября. Сотрудники дошкольных образовательных учреждений заканчивают прохождение тестирования на COVID. На сегодняшний час 85% сотрудников уже прошли данные тестирования. В первый раз в детский сад. Сегодня, после долгого перерыва, для воспитанников открываются двери дошкольных учреждений. Через неделю заполняемость будет стопроцентной. К тому времени все сотрудники должны быть протестированы на коронавирус. В свою очередь и все дети, посещающие детские сады, должны иметь справку о состоянии здоровья. Все помещения школ и детских садов будут оборудованы антисептиками и ультрафиолетовыми дезарами. Приведены в порядок и пришкольные территории, но дети идут в школы и детские сады с разных сторон. Необходимо, чтобы все дороги к зданиям были комфортными. По данным административно-технической инспекции города, есть еще немало мест, где не скошена трава. У районных властей есть время все исправить. Ежедневно продолжаем мониторить. Соответственно, оперативная информация будет представляться первым заместителю в ежедневном формате и, соответственно, отрабатываем с районами. Сергеевич, давайте зайдем в традицию, что ежемесячно будете тогда докладывать о санитарном состоянии территории районов. И главы районов тогда совместно принимайте участие в объезде вашей территории с ГАТИК. До начала учебного года осталась неделя. 1 сентября – День знаний. Сегодня прозвучало предложение тематически посвятить присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести». Олег Зверев, Василий Калдашев, Константин Головин. События. Продолжение следует...